Работы кипят сразу в нескольких точках древней крепости. Прежде всего бросается в глаза огромный раскоп, охвативший площадь около 600 квадратных метров. По данным археологов, здесь располагался жилой квартал, и строились в нем люди, далеко не бедные. В этом раскопе выявлены домовладения богатых зажиточных людей. Об этом свидетельствуют находки монет, многочисленных в времени шибонидов и каканского ханства. А также прекрасные большие конструкции домовладения, размеры. Поэтому мы говорим о зажительном квартале. Очень важны сделанные в этом раскопе мелкие находки. Здесь и солдатская пуговица 19 века, и серебряный перстень того же времени, а главная масса монет 15-18 веков и находки значительно более раннего времени. Городище Шимкент дает массовый монетный материал. Монеты позволяют точно датировать культурные слои, в которых их находят. И вот у меня на ладони совсем свежая находка. Это очень ранняя монета, возможно, даже тюргешская. Тюргеши были тюркским народом, создавшим свой каганат на юге Казахстана в 7-8 веках. И они долго успешно боролись с арабами. Впрочем, все эти монеты нуждаются в тщательной очистке, после чего они будут точно датированы. Другой раскоп позволил вскрыть основание мощной крепостной башни, которая была опорной точкой обороны целого участка крепости. Мы сейчас внутри башни находимся. Здесь имелись три пола. То есть, если посмотреть по профилю, три пола – это три периода обживания. Хоть и небольшие, но три перестройки получается. Здесь, как вы видите, по профилю идет бойницы, откуда стреляли. Ученые довольны, пока материал раскопок полностью отвечает их ожиданиям. В первую очередь, мы должны сказать, наше городище плохо изучено на сегодняшний день. Именно масштабные раскопки дают новый и новый результат. И у нас будут находки, я думаю, в ближайшие три года мы будем проводить раскопки, а потом проект воссоздания, музеификация. У нас будут уникальные находки и уникальнейший объект, который не будет иметь аналогов в Казахстане. По мнению ученых, большая часть территории древнего Шимкента располагалась на месте автовокзала и для науки безвозвратно потеряна. Однако первоначальная крепость, скорее всего, будет найдена. Археологи копали на городище Шимкент еще с 50-х годов, теперь уже прошлого века. Но это были маленькие спорадические раскопки. Столь масштабных археологических исследований древнего ядра нашего города не предпринималось никогда. В сжатые сроки сделана масса археологических открытий, о которых мы вам сегодня рассказали. Самое главное, что, наверное, вот именно здесь предполагается наличие самой древней крепости, которая была на территории нашего города. Впрочем, говорить об этом окончательно еще рано. Как говорят ученые, лопата покажет. Алексей Гончаров, Бахадыр Тажибаев, ТВК.